Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 643. События дня. Лука 21.8. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Итак, 16 сентября у нас престольный праздник. Потеряевки мы здесь находимся. Ожидали приезда митрополита Сергия. Он обещался приехать, но не знаем, какая причина. Пишу, владыка Сергия вроде бы в отъезде или вызвали его куда-то. Но приехали два священника от него и диакон. Прошло торжество престольного праздника. Очень назидательно. Обед. Проводы. Ну, я дал подарки. Тут это все будет видно, какие. Володины булки, хлеба, как он, кирпич. Все это засняли. Как Володя печет. Я подарил папачке соли и пучки солодки, корня. Татьяна Пудова. Игнат Тихонович, спасибо большое за вразумление. Это самый лучший ответ. Мы ему очень рады. Вы очень нас подкрепили на труд на Ниве Божьей. Сам Господь послал нам через вас свой промысел. Мы именно так и поступим с Божьей помощью. Будем еще более рады, если вы разрешите советоваться с вами и дальше. Спасибо, Господи. Ну, выходит, это второй раз у меня тут. Все, Господи. Вот так. Спасибо. Ну, это одно и то же видно. Я отвечаю. Серахов, 37, 8. От советника охраняй душу твою. И наперед узнаешь, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать для себя самого. Может быть, он бросит на тебя жеребий и скажет тебе, путь твой хорош, а сам встанет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Это... Они мой совет приняли. Ну, раз спрашивали, я и дал этот совет. Но я предупреждаю, советы не всегда такие будут. Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женой, а соперницей ее и с боязливым о войне. С продавцом о мене. С покупщиком о продаже. С завистливым о благодарности. С немилосердным о благотворительности. С ленивым о всяком деле. С годовым наемником об окончании работы. С ленивым рабом о большой работе. Не полагайся на таких, ни при каком совещании. Сераха, 37 глава. Но, вот теперь, но мы должны узнать, как поступать, с кем советоваться. А какие впереди люди перечисляются, то они нам встречаются. Но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своей душой по душе тебе и в случае падения твоего поскорбит вместе с тобою. Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой в истине. Татьяна Иванова. Мир вам, Игнат Тихонович. Вы можете как-то сделать ролик с комментариями по видео с отцом Владимиром Головиным? Непонятно, юродствует или на самом деле так думает. Называется, отец Владимир Головин заявил, что он экуменист за объединение всех церквей. Ну, тут само объединение, заголовок неверный. Всех церквей. Церковь одна. Объединяться с еретиками, с ересью. Это смертельная угроза. Почему с Арием не объединились? С монофизитами, монофилитами. С иконоборцами не объединились. Что он хотел сказать? Вот дальше я показываю ссылку. Как раз вчерашнее число. Игнатий Тихонович, еще один вопрос. Голод 1911-го. При царской власти это миф или факт? Где-то вы, может, отражали ответ на этот вопрос. Отвечаю. Первый вопрос не ко мне, а к тому, о ком речь. Потому что кто... 1 Коринфян 2.11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Говорит он искренне или ее родствует. Откуда же я знаю это? Не знаю. 2.11. Можно было бы начать говорить в пустоту из пустоты. То время ушло, свидетелей нет, а пишут разное. Понятно? Ну, скажут, да какой же это ответ? Ну, никакой. Так и не принимай, не задавай. Ты мне задал вопрос и хочешь, чтобы я тебе дал, ты на него ссылался? Я отвечу. Притча 12.17. Отвечаю. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду. А у свидетеля ложного обман. Вот этого я не хочу. Притча 14.5. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный говорит много лжи. Ну, расположен я к царю или нет? Отсюда все исходит-то. Премудрец Соломона 17.10. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие, боязливо и преследуемое совестью всегда придумывают ужасы. Голод устроила советская власть на Украине и голодомор везде. Самая злостная, зловещая, погибельная сатанинская власть была эта та, которая пришла в 17-м году. Все уничтожало. Классы выхлестывало подряд. Казачество, священство, дворянство, интеллигенцию. Все выхлестывало. Демоны вырвались на свободу. Но, опять же, за грехи людей Бог допустил. Вот так. Ну и сказать, что у нас было, я сказал, проводили гостей. Потом мы с новым гостем, который у меня, Сергей Егорович Игнатов. Я ему все везде показывал и решил показать на разъезде, где он ночевал. Это все будет показано. Ягода растет, каренда, скрещенная, смородина с крыжовником. Ну, пошел тут к одному у него и дома нет. Думаю, свозил бы нас на машине там 4 километра. Ну и 5 может будет даже. 4 километра. Ветер дует, неудобно. Ко второму пошел. Тоже у него что-то неладное. Я говорю, давай на велосипедах. Ну и Никиту возьмем. Никита-то и не пошел. Да, я говорю, почему он не пошел-то? Он не поехал-то. Он свободен. Нам удобнее троем. Он пошел второй раз и, говорит, Никита спрашивает, если Игнатий Тихонович сказал, чтобы я ехал обязательно, я поеду. Ой, я говорю, такой работник мне не нужен. Мы подождали, Никита нас догнал уже. Тоннель проехали, где вода протекает под трассой. Я говорю, ты сегодня с нежеланием говорил такие слова, разворачивай назад. И мы двое поехали. Зачем мне нужно-то, я тебя угнетать буду. Ветер дует, малой человек. Ну и там побыли, кое-что мы немножко набрали. Вернулись назад. Вчера у нас тут литургия была. Мне Господь сподобил быть причастником. Никита причащался, Роман, ну и там еще кто-то. Потому что недавно причащались, был Успенский пост. У нас это не принято, каждый день причащаться. Но мы вот причастились. Вот этот день, что было. С утра пораньше Никита принес, капкан стоял на, там всю нашу плотину разрушают опять бобры. А попалась андатра, вторая в одном проходе. Ну, в одной норе. Мы принесли и дали, интересно, шарику. Он, как кинулся, главное, такая крыса здоровая, не успела даже укусить или укусила. Он взвизнул. И он что-то делает, как-то кусает, она сразу мертвая, совершенно мертвая. Мы ушли в прошлый раз, он ее спрятал где-то, крысу-то андатру. А я тут вернулся, и шарика нет. Я потихоньку подошел, он залез, у него запасные две норы, вот как у барсука. И он залез, вылез, мордашка вся в грязи, там, сыра взять у него, и он зарыл ее. Я пошел, взял на прогулку урагана, этого чемпиона. Он его близко не подпускает, щерится прямо на него и туда не допускает. Я тогда уберл урагана, пошел, взял маленькие грабельки, туда просунул, а он мне не препятствует. И оттуда ее из-под земли вырыл. Вырыл, отбросил в сторону, и ее в зубы взял ураган, и унесли. И он ее тут же начал есть. Я его привязал. Вчера что-то у соседей деревни там обед был, кому что. Видимо, назначили сестры. Несу тут там разные ватрушки, чего только не было. Обед царский был. Царский, редкая там какая-то рыба, с маслом все это, сливки. Ну, Господь благословил. Немножко посмотреть на наши ресурсы. Вот сейчас я покажу. Это мой мир, где можно, вот я в шапке, где. Тут можно писать, встретиться. Вот уже нынче переставили. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять. Пять уже перекинулось сюда. Пять роликов перенесло. Ну, у нас тут что? Православный форум, очень богатый. Тысяча шестьсот тем. Ну и канал. Православный видеоканал открытым оком. Вот он. Здесь. Вот сегодня я десять поставил. Тут уже посещаемость пошла. Самый большой ролик – это все дело в шляпе, а кому-то дать по шапке. Вот я тут объясняю. Ну и ресурс – это сайт. Православный библейский сайт. Ну и здесь разные папки. Вот «Девятая война». Сейчас по войне у нас я делаю немножко ответы, даю. Вот один вопрос хотя бы про войну. Вопрос 2192, восьмой том открытым оком. «А город и все, что в нем, сожги огнем. Только серебро и золото сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу Дома Господня». Иисус Новин 6, 15, 23. «Почему всех истребили мечом? Ведь война и убийство – грех и нарушение заповеди. Почему израильтяне начали строить свой город, а пошли завоевывать чужой?» Это я веду занятия в университетах, и мне задают такой вопрос. Ответ. Эти вопросы разрешил только Господь Христос. Матфея 5, 44. Ответ дается по Слову Божию. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ответ можно дать только с позиции тогдашних нравов и обязанностей. Израиль только что был выведен Богом из земли египетской. Куда же ему идти, когда все земли уже заселены? Мы верим Библии, и нам ответ ясен, что еще Аврааму, Бог Иугова, обещал землю хананскую. Он, Бог Саваоф, сам создал земли и наделяет ею, как ему угодно. Иеремия 50, 44 стих. Кто потребует от меня ответа? И какой пастырь противостанет мне? Здесь никто ему не указчик. При разделе земли евреям Бог и назначил эту землю, а те народы заселили незаконно. В чужую квартиру залезли, их было нужно вытряхнуть. А куда им? Они же здесь прижились, и да и не знали ничего про это тайное обетование евреям. В буквальном смысле ложись и помирай. Израиль делал то, что их Господь Бог повелел им. Римлянам 9, 19 стих. Вот видите, когда считаешь, это ваш Бог, жестокий, садист, ответишь за эти слова. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют? Ибо кто противостанет воле его? Но по человечеству, если так рассуждать как историку, то евреи были захватчики, варвары. Такие же, как русские, захватившие Сибирь, и уничтожившие столько татар в Казани. Что вошло в поговорку, казанские сирота? Народ, живший в той земле, развратился, и он был заразой. И его Бог прожарил и снес в отвал. Но и сам народ еврейский не удовлетворял Божьим нормам, и его Бог зарыл в песок. Чисто 14 глава, 16 стих. Господь не мог везти народ все в землю, которую он, склятво, обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Вот мой ответ. Ну и на этом сегодня все.